Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем чтение Второго Соборного Послания Апостола Петра для библейского портала экзегет.ру. Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам доумножится в познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего. Вот такое приветственное обращение, в котором сразу заметна одна особенность послания апостола Петра, в которых он подчеркивает некоторое такое равенство и общность со всеми христианами, несмотря на то, что он апостол. Мы не видим какой-то, может быть, ярко выраженной позиции, но мы видим по некоторым оговоркам, иногда даже просто по каким-то делам или ответам апостола, видим, что он стремился к тому, чтобы подчеркнуть равенство христиан между собой, равенство в вере. И вот интересно, он пишет, что раб и апостол соединяет здесь два таких, на первый взгляд, противоречивых слова, потому что раб — это подчиненный, а апостол — это наоборот, как чей-то посланник. Мы сегодня воспринимаем апостолов как ближайших учеников христовых, и такими они и были. Но надо понимать, что для той культуры, для культуры того времени, раб — это скорее работник, сотрудник, помощник. Это совсем не раб в нашем смысле, как будто это вещь, как будто это нечто такое принадлежащее просто господину. И раб Иисуса Христа, эта фраза означает, что больше он ничей не раб. То есть раб и апостол — это не противоречащие друг другу характеристики, но наоборот, дополняющие друг друга. Далее он пишет, принявшим с нами равнодрагоценную веру. Вот здесь вот это равнодрагоценную в синодальном переводе можно было бы перевести равнопочетную, то есть это равная вера вот этих самых верующих, его вера и вера людей, к которым он обращается. Они одинаково верят. Это равноценная, равная по своей драгоценности вера. То есть он, обращаясь к людям, как апостол, и, казалось бы, по-человечески рассуждая, он имеет право учить их сверху вниз, он подчеркивает, что их вера столь же драгоценна, сколь драгоценна его вера. То есть он обращается к ним как к братьям, а не просто как к ученикам. Принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славу и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь». Вот такое очень длинное и сложное предложение, которое, если распутать все эти сложные предаточные конструкции, может оказаться не таким сложным на самом деле. Итак, первое, о чем говорит апостол. «От божественной силы Бога и Христа нам даровано все потребное для жизни». Но начинает он с того, что так как от его божественной силы даровано все потребное для жизни и благочестия, через что даровано? «Даровано через познание, призвавшего нас славою и благостью». То есть все необходимое для жизни и благочестия нам открывается в познании Бога, и Он призвал нас славою и благостью. То есть Он дает нам, дарует нам от Своей славы, то есть Он соделывает вот этот путь детей Божиих, сынов Божиих, как в Ветхом Завете народа Божьего. Это путь прославленный, потому что этот путь Божий, и благостью, то есть благом. «Которые, да, это слава и благость, дарованы через них, точнее, да, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». То есть нам дано все необходимое для жизни. Это дано нам через славу и благость. И через них нам даны великие и драгоценные обетования. Какие именно? Чтобы через них, то есть через приобщение к славе Божией и к Его благости, мы соделались причастниками божественного естества. Иными словами, апостол Петр говорит, что Христос открывает нам путь к обожине и дает нам все, что необходимо для этого пути. Дает нам все, что необходимо для пути прославления и спасения. Конечно, особый вопрос, да, и в том числе и в богословской среде, в течение веков существовали разные споры, да, дабы через них соделаться причастниками божественного естества. Что такое быть причастником божественного естества? Неужели возможно стать Богом по природе? Потому что естество, слово естество – это то же самое, что природа. В таком, по крайней мере, вот здесь, в данном случае, мы так можем рассудить. И получается ли тогда, что человек может по природе стать Богом? Учение святоотеческое заключается в том, что божественная природа остается непричаствуема. То есть мы не можем стать, не можем получить божественную природу, но благодатью Божией мы можем получить те черты божественной природы, он может поделиться, Господь, с нами этим, тем, что мы способны воспринять как люди и стать причастниками его божественной жизни, не переставая быть людьми, но в то же время обретая вот это божественное совершенство, те совершенства, которыми Господь делится с нами, и те совершенства, которые мы способны воспринять, не переставая быть людьми. Но надо сказать, и я хотел бы это подчеркнуть, что вопрос этот довольно сложный. И хотя мы можем в учебниках, например, даже попробовать найти какие-то более-менее общие точки зрения, общие позиции, все равно дискуссии даже в святоотеческой среде о том, что такое обожение и как его понимать, они существовали и в среде богословов существуют и до сих пор. Поэтому скорее важно не входить в тонкость богословского спора, сколько усвоить две вещи. Речь идет о том, что мы становимся причастны божественной жизни в ту меру, в которую нам Господь это открывает, своей благодатью, и в то же время мы не перестаем быть личностями, не перестаем быть людьми. Это то, что делает христианство уникальным по сравнению с другими религиями. Потому что, конечно, существовали религии, которые говорили о том, что человек растворяется в божестве, становится частью божества. Но все они говорят о том, что человек растворяется, теряя свою личность. Здесь мы видим совершенно иную картину, потому что мы видим, что человек сохраняет себя. И апостол Петр не подразумевает, говоря о причастности божественному естеству, что мы теряем себя. Итак, значит, он говорит, «Дабы вы через них, то есть через славу и благость, через эти обетования, соделались причастниками божественного естества». Но на практике, что это значит на практике? Вот как к этому идти? «Удалившись от господствующего в мире растления похотью». Растление похотью — это не просто намек на какие-то сексуальные грехи и вообще грехи в сфере половой жизни. Растление похотью — здесь речь идет о том, что все человеческое естество после грехопадения оказалось в разладе. И похоть здесь… Речь может идти в широком смысле о похоти, то есть о том, что человек перестал контролировать свои желания, потерял эту способность. Он мог контролировать, но так или иначе, входя в мир, он проникается этой общей греховной жизнью, и чем больше в нее погружается, тем больше теряет эту способность, и тем сложнее ему потом вернуться к нормальной жизни. Значит, удалившись… И вот он говорит, значит, «Так как мы все это получили, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель». То есть идите по этому пути. И вот он теперь обозначает путь. То есть сначала он обозначил цель, обозначил, он сказал, что все Господь нам открыл, он все сделал нам доступным, он показал нам этот самый путь, и этот путь очень и очень высокий, и проходим мы через удаление, вот по этому пути мы проходим через удаление от растления похотью. А дальше говорит, «Так как вы все это получили, у вас есть к этому возможность, вас Господь к этому призвал, Он вас к этому ведет, то вы, прилагая к этому старание, все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». Очень важно, да, как он выстраивает эту линию. Человек называет себя верующим, но эта вера, она должна проявляться в добродетель. Покажите в вере вашей добродетель, то есть конкретные добрые дела. В добродетели покажите рассудительность, потому что не случайно существует пословица, что благими намерениями дорога в ад может быть выслана. То есть человек, когда он собрался сделать доброе дело, он должен задуматься о том, как сделать его правильно, как сделать его так, чтобы от этого доброго дела всем была польза. А рассудительность, я напомню, с точки зрения святоотеческой, это важнейшая добродетель, потому что она все может, все позволяет сделать правильным, все позволяет сделать плодотворным. И, казалось бы, высшая ступень добродетеля – это любовь, но даже любовь может быть ложной, может быть разной, может быть неправильной и эгоистичной. И только рассудительность помогает нам сделать все остальные добродетели плодотворными и правильными. Итак, в добродетели – рассудительность. В рассудительности – воздержание. В воздержании терпения, в терпении благочестия. Человек, который занимается доброделанием, который стремится к тому, чтобы добрые дела наполнили его жизнь, естественно, будет призван к тому, чтобы вести, в каком-то смысле, такой аскетический образ жизни. Потому что без аскезы добродетель невозможен. Потому что человек, который настроен не аскетично, он никогда не сможет сделать искреннее добро другому человеку. Потому что сделать добро – это в каком-то смысле всегда ущемить себя. Ущемить себя в том, что ты не только на себя используешь свои силы, свои ресурсы, свои средства, свои способности. То есть это всегда приводит к некоторому воздержанию. В воздержании терпения, естественно, потому что самоограничение заставляет бунтовать падшего человека. В терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. То есть мы видим, что апостол все равно приводит нас к любви, но он указывает на правильный путь, через который мы должны к этой самой любви прийти. И далее он говорит, «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего и Иисуса Христа». Я хотел бы вернуться к началу. Апостол говорит, «Благодать вам и мир доумножатся в познании Бога и Христа, и Иисуса Господа нашего». То есть мы видим, что цель христианской жизни в познании Бога, потому что познание, особенно в рамках ветхозаветной, еврейской культуры, это и есть соединение, это и есть знание в опыте. Не случайно Христос говорит, «Се есть жизнь вечная, да знаю тебя истинного Бога». Да, и потом он добавляет, что не только в познании дознают тебя, но и дознают посланного тобой Иисуса Христа. И поэтому апостол Петр об этом так пишет. «А в ком нет этого, то есть нет вот всего этого пути правильного, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении от прежних грехов своих». Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Иными словами, он призывает быть более решительными и такими вдумчивыми на этом пути, на пути христианской жизни. «Старайтесь сделать более твердым ваше звание и избрание». Церковь неслучайно, экклесия, слово происходит от глагола «призывать», «собирать» и «делать твердым свое звание и избрание». То есть, тебя позвали, ты отозвался. Ты часть, член избранного народа Божьего. Но это не некоторый просто состоявшийся факт. Это всегда такое подвижное, живое состояние, в котором мы утверждаемся своей волей постоянно, в котором мы никогда не останавливаемся в развитии. Мы либо растем и развиваемся, либо наоборот падаем и деградируем. И вот апостол сказал, тот, кто отказывается от этого пути, он слеп, и он не придет к совершенству. Напротив, говорит, старайтесь все время осознанно, осмысленно идти по этому пути спасения. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. «Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». Апостол, конечно, действительно знает, что ученики утверждены и наставлены, но христианам всегда приходится противостоять тем искушением, тому нападению, которое идет от мира. Не случайно мы видим, что Нагорная проповедь и практически все заповеди Нагорной проповеди указывают на те или иные сложности в жизни христиан, которые нам приходится преодолевать. И заканчивается Нагорная проповедь. «Блаженны вы, когда вас будут гнать и ненавидеть за имя мое». Христиане — это не те, кто живут в ситуации отсутствия проблем или спокойной жизни. Мир во зле лежит, и он постоянно проверяет христиан на прочность, он постоянно пытается христиан уничтожить. Неслучайно Христос сказал «Меня гнали и вас будут гнать». И поэтому апостол пишет это послание, он говорит «Для того я вам и напоминаю, чтобы вам было проще, чтобы вы могли открыть текст, чтобы вы могли увидеть, что вот ближайший ученик Христов, раб его и апостол, обращает к вам это слово. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храме, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, так как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к нему такой глаз, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». «И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Вот очень важно, что апостол, обращаясь к ученикам, говорит от своего опыта. Он не говорит просто, не теоретизирует, он говорит о том, что видел. Он говорит о том, что эта слава была открыта ему, и он возвещает силу и славу Христа, который он сам был свидетелем. Он не последует хитросплетенным басням, но он был очевидцем его величия. А что такое преображение? Когда мы читаем текст о преображении, что показал Христос? Христос показал не только божественный свет, Христос показал правду о человеке. Он показал, что такое обоженный человек, каким должен быть обоженный человек, потому что Христос – это и есть богочеловек. Мы идем вслед за ним для того, чтобы, как уже было до этого сказано, стать причастниками божественного естества. И поэтому апостол говорит, я не просто рассказываю вам какие-то басни, я рассказываю вам то, что я видел, и я видел, каким должен быть человек, к чему призван человек, что значит быть человеком, который просвещен Богом. Понятное дело, что он видел Христа, в котором божество и человечество соединены особым образом. Но в то же время Христос усыновляет нас к Богу, и в известной степени ведет нас к тому же единству, пусть оно и будет осуществлено некоторым иным способом. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». И апостол, конечно же, как это часто бывает в Священном Писании, ссылается на авторитет пророков, ссылается на авторитет существовавших до него Писаний. Почему? Потому что он показывает, что, смотрите, это общение с Богом — это не только его личный опыт. Он укореняет этот свой личный опыт в опыте людей, которые составляли Священное Писание. И тем самым он показывает, я не открываю вам какую-то иную традицию, я открываю вам ту самую традицию, которая идет от всех праведников Ветхого Завета. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!